Голодовку объявили задержанные по делу о Кемперабаде. Всех оставили под стражей до 20 февраля. Лучший бомбардир двух турниров Садыр Джапаров забил свой первый гол в Мурасе. Отобрали кабинет, теперь хотят и мандат отнять. Что происходит с Умурбеком Бакировым? Привет, с вами Олеся Цурикова и не новости апреля. Сейчас расскажу обо всем поподробнее. Голодовка – единственная возможная мера хоть как-то достучаться до справедливости судей и некоторых чиновников. Четверо женщин, задержанных по делу о Кемперабаде, объявили сегодня бессрочную голодовку. Это Рита Карасартова, Перезат Суранова, Орузаим Норматова и Клара Соронкулова. Причиной послужили массовые репрессии. Массовые политические репрессии, сопровождаемые фабрикацией уголовных дел, несправедливость и беззаконие, осуществляемые по отношению к широкому кругу политиков, активистов, журналистов и блогеров, стали основной причиной, побудившей нас начать голодовку. Участников Комитета по защите Кемперабада задержали 23 октября этого года и вот уже почти два месяца держат в СИЗО. Последние два дня, понедельник и вторник, проходят очередные заседания по их делу, но суды, как обычно, как обычно и, несомненно, тупо под копирку оставляют всех сидеть и дальше, до 20 февраля. Парадоксально то, что слово Кемперабад начисто стерто из дел, теперь их держат просто за якобы подготовку к организации массовых беспорядков. Женщины заявили, что никаких следственных мероприятий по их делу не проводят. Мы заявляем, что руководство Кыргызстана, подавляя наши права и свободы, преследуя политическую оппозицию, системно уничтожает демократические основы кыргызского государства. В нашей республике утверждается не только президентский авторитаризм, а его наихудшая уродливая форма – тирания с явными признаками террористического режима. Ответственность за свою голодовку они возложили на президента Садыра Джапарова, главу ГКНБ Камчебека Ташиева, министра внутренних дел Улана Неизбекова и генпрокурора Курманкула Зулушева, а также молчаливую, беспрекословно подчиняющуюся орду следователей, прокуроров и судей. Вместе с ними голодовку объявил Бектур Асанов. Но голодуй, не голодуй, все равно получишь продление срока. Основным так называемым виновникам сегодня совсем не до того, чтобы такими делами интересоваться. Ведь они играют. Сегодня проходит третий футбольный турнир «Мураз». Уважаемые футболисты, как вы знаете, в футболе победу не купишь. Всегда побеждает сильнейший. Поэтому я всем желаю удачи. Пусть победит сильнейший. Спасибо за внимание. И совсем неудивительно, что команда президента в первом же матче одержала победу. 4-2 против команды спортивных федераций. Вот уж действительно кто на что учился. Первый гол наш любимый президент забил уже на второй минуте. Потому что, потому что, по итогам предыдущих «Муразов» он дважды лучший бомбардир. Быстро разыграли этот момент. И удар поворотами. Гол, друзья. Сацыр Чапаров открывает счет в этом матче. Ну и что ж, счетная заявка на лучшего бомбардида турнира. Мда. В общем, всего в турнире участвуют 16 команд. Игры проходят сегодня и завтра. И, кстати, сегодня вообще-то проходит еще и заседание Джугуркукинеша. Плановое, стандартное. Которое по средам и четвергам. И где наши доблестные законотворцы должны быть обязательно. Но что же такое? Кворум опять не собрался? Из 71 заявленного парламентария в зале всего 35 человек. А потому что, потому что они в футбол играют. Вот какая славная команда сегодня там. Друзья, сегодня очередной матч. Матч номер два. Команда Джугуркинеш играют сегодня в красной форме. Соперники представители бизнеса в форме синего цвета. А между прочим, сегодня на работе очень важный вопрос рассматривали о государственной охране. Суть в том, что президент будет обязан пользоваться этой услугой и от нее, от охраны, отказаться не сможет. Помимо него, телохранители будут приставлены к спикеру Джугуркукинеша, председателю кабинета министров, председателям конституционного и верховного судов. Они отказаться от такой привилегии тоже не смогут. Инициатива не получила одобрения в лице депутата, который был на заседании, Дастана Бекешева. Он считает, что все эти доп. услуги – расточительство. Я хочу озвучить свою позицию, что выступая против этого законопроекта, президент не должен становиться заложником, завтра он не сможет отказаться от госохраны. Президент – главнокомандующий, но его берут в заложники. Если надо, то и главе Конституционного суда не нужна госохрана. Я разговаривал с сотрудниками суда, они говорят, что с госохраной связано много проблем. В частности, им нужно платить командировочные, когда председатель суда выезжает за пределы страны по работе. Мы говорим о дефиците бюджета, но содержим госохрану, тем более там непрозрачный бюджет. Эти расходы нужно сократить. Но вы же понимаете, что было дальше? Верно. Закон одобрили в третьем чтении при полупустом зале. За проголосовали 54 кнопки. Не буду говорить человека, ведь это не совсем правда. Людей там было гораздо меньше. Против именно двое депутатов. Замечательно, как всегда. И еще одна невероятная, но очень интересная штука. Помните у Мурбека Бакирова? Это депутат, которого выселили из собственного кабинета в прошлом месяце. Теперь его хотят лишить еще и мандата через суд. Ну дела. Накануне он сообщил об этом в соцсетях. 12 декабря 2022 года административный суд города Бишкек грубо нарушил закон и расчистил путь для пересмотра результатов выборов Джогур-Кукинеш, состоявшихся год назад, и отзыва мандатов неудобных депутатов. Мы обжалуем это необоснованное и незаконное решение административного суда Бишкека. И вот как было дело. Как вы помните, в ноябре 2021 года прошли парламентские выборы. Мурбек Бакиров победил в Ноукатском районе по Кёкджарскому округу. После опубликования результатов другой претендент Равшан Рызбаев подал в суд на победившего. Якобы Бакиров занимался подкупом избирателей. И все-таки 17 декабря, год назад, административный суд отказал в удовлетворении иска. Его поддержал и Верховный суд. И, казалось бы, дело закрыто. Но вот 12 декабря уже этого года административный суд Бишкека решил пересмотреть дело. Спустя год представители того же Равшан Бекар-Избаева снова подали иск в суд о якобы подкупе избирателей со стороны Бакирова. Несмотря на истекшие сроки давности, административный суд принимает иск к своему производству. 12 декабря 2022 года отменяет принятое решение суда от 2021 года. Таким образом, открывает ящик Пандоры. Институт парламентаризма ставит под угрозу. Так, любого неугодного депутатам можно лишить мандата по вновь открывшимся обстоятельствам, что недопустимо законам. Да вы что? А как же честные выборы, о которых трубили во всеуслышание? Вот эти вот самые честные на всем белом свете выборы. И вот такой результат удивительно. Адвокат Бакирова считает, что это связано с конфликтом депутата с Камчебеком Ташеевым в стенах парламента месяц назад. Тогда, напомню, они говорили о Киркеданском водохранилище, а потом глава ГКНБ начал переходить на личности. Киркеданском водохранилище, а потом глава ГКНБ. А на следующий же день после злополучного заседания у Мурбека Бакирова выселили из собственного кабинета сотрудники управ делами президента. Из нашего ведома скрыли кабинет, перетаскивают вещи. Если бы не этот конфликт, то не было бы никакого суда. Если даже убрать этот конфликт, то почему тогда Равшанбек Рыспаев в марте 2022 года не подавал заявление до истечения срока давности? Почему подали заявление в конце 2022 года? А и правда, почему? В любом случае, чтобы лишить Бакирова мандата, нужно одобрение других депутатов. Вот и поглядим, будет ли оно. Пока же адвокат утверждает, что они будут судиться и доказывать правоту парламентария. А сегодня за Бакирова вступился Достан Бекешев. Он видит причину всех этих бед в выступлениях о Мурбека Бакирова против передачи Кемперабада. Если был подкуп, то надо было не допускать. Парламент кандидатов в депутаты, а не делать этого, когда депутат работает год, и не тогда, когда он выразил свое мнение по Кемперабадскому водохранилищу. А пока нешуточные страсти разгораются в парламенте и на футбольных матчах в Кыргызстане рост ОРВИ. Причем распространяется семимильными шагами. Только сегодня зарегистрированы почти 10 тысяч случаев заболевания. Согласно лабораторным данным, заболеваемость ОРВИ обусловлена обычными острыми вирусными инфекциями, такими как респираторно-сенситиальный вирус, парагрипп, метапневмовирусы, боковирусы, риновирусы и аденовирусы, которые регистрируются в стране ежегодно. Но закрывать все школы на карантин в Минздраве считают нецелесообразным. Администрации школ призывают ежедневно отмечать количество детей, присутствующих на уроках. Если по разным причинам отсутствует 1,5, то есть 20% учеников, это повод закрыть школу до улучшения эпидситуации. Сейчас в целях безопасности, по данным Департамента профилактики заболеваний, закрыты на карантин 8 школ в Чуйской области, 8 в Бишкеке и в Таласской области 113 школ. Ну а теперь о смоге. Динару Кутманову, главу Минприроды, уличили в недостоверной информации. Минфин, а точнее его пресс-служба, ответил на заявление о том, что в 2022 году ведомство якобы не выделило ни сома на экологию. По данным Министерства финансов, в бюджете на Минприроды заложены 628,5 миллионов сомов. Из бюджетных 628,5 миллиона сомов на сегодня выделено 72%. Остальная часть будет профинансирована до конца декабря этого года. А куда же тогда они делись? Видимо, распределены на что-то другое. Сегодня вне очереди депутаты подняли вопрос смога в Бишкеке, требуют немедленно принять меры и намерены привлечь чиновников на заседание, чтобы они ответили и решили уже, наконец, проблему. Сегодня в парламенте из-за этого даже поругались. И решили все-таки призвать чиновников к ответу. Когда, не ясно. Но, скорее всего, уже завтра. На этом у меня сегодня все. Это были не новости апреля. А новости читайте на наших страничках в соцсетях и в телеграм-канале. Пока!